В Кургане на набережной запретили ночную парковку. Запрет действует на участке от улицы Куйбышева 5 до улицы Максима Горького 4. Действие запрета будет распространяться на период с 23 часов до 6 утра. На улице набережной установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, а также обозначающие работу эвакуатора. Представителям УМВД рекомендовали проконтролировать исполнение запрета. В городе Шадринске пострадал пешеход. Авария произошла на улице Свердлова в районе дома номер 57. Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Рено Логан, допустил наезд на пешехода. Девушка 1993 года рождения переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами доставлено в больницу. Шадринцев просят не купаться в Исети. Вода в реке не соответствует санитарным требованиям по биохимическим и микробиологическим показателям. Жителям также напомнили, что ни один водоем города не имеет разрешенных мест для купания. В Кургане в день последних звонков запретят продажу алкоголя. Ограничение будет действовать с 8 до 23 часов. При этом оно не распространяется на заведение общего питания. Постановление подписала временно исполняющая полномочия главы города Елена Ситникова. Сотрудники МВД проконтролируют его исполнение, а также проследят за соблюдением порядка в местах торговли и проведения праздничных мероприятий. 7 миллионов россиян не имели права выехать за пределы страны из-за имеющихся у них долгов. По данным Федеральной службы судебных приставов, общее число должников в стране составляет почти 19 миллионов человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их число выросло на 2 миллиона. В Курганской области выросли долги муниципалитетов. Общий объем муниципального долга в Курганской области превысил 2 миллиарда рублей. Только за последний месяц он вырос на 60 миллионов рублей. Данные содержатся в отчете на сайте финансового управления региона. Причины роста муниципального долга в отчете не указаны. В России предложили отказаться от пластиковой посуды и упаковки. В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, например, яиц и готовых блюд. Об этом сказано в письме Ассоциации «Промышленность за экологию». Минпромторг, Минприрода и другие ведомства должны направить в правительство на одобрение перечень продукции, которую постепенно следует вывести из оборота. Напомним, до половины мусора в России приходится на упаковку. И в первую очередь это пластик. В Курганской области создадут музей музеев. Планируется свести в единый зал малоизвестные экспонаты из фонда хранилищ других учреждений. В ближайшее время будут рассмотрены проекты создания музеев сибирского купечества и православной культуры. В этом году капитальный ремонт ждет музей в Белозерском районе. Также решено продолжать улучшение домов музеев Кюхельбекера и Декабристов. В планах также реконструкция еще одного памятника археологии. Продолжение следует...